Дорогие друзья, здравствуйте! Я Ташенов Максим и это программа Силы Слова. Я бы хотел, чтобы вначале мы помолились. Нам необходимо откровение Божьего Слова, откровение от Духа Святого для того, чтобы вся наша жизнь, она была преобразована и изменена силой Божьего Слова. Дорогой Господь во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за благодать. Я благодарю Тебя сегодня за Слово, которое Ты помазываешь Своим Святым Духом и делаешь его, Господь Бог, для нас понятным, чтобы мы могли уразуметь, чтобы мы могли понимать, как мы можем использовать Божье Слово, веру в нашей повседневной жизни. Я хочу поблагодарить сегодня всех драгоценных партнеров Первого христианского спутникового телеканала СНЛ, поскольку именно из-за Вашей помощи, за то, что Вы так помогаете, поддерживаете это служение, огромное количество людей по всему миру могут услышать Евангельскую Весть. И через это они могут быть благословлены. В их жизнь придет Божий Свет, в их жизнь потечет Божья исцеляющая сила. Кто-то оставит свои грехи, кто-то примет исцеление, кто-то будет освобожден от депрессии. В общем, огромное количество удивительных Божьих вещей, Его чудес, Его знамения могут произойти благодаря тому, что люди смотрят эти программы через СНЛ. Бог да благословит Вас! Драгоценные наши братья, драгоценные сестры, все, кто смотрит нас сейчас в СНЛ, все, кто смотрит на нашем канале в Ютубе, мы сегодня начинаем серию программ о Духе Святом, о Крещении Святым Духом, что об этом говорит Писание. И есть причина, по которой я хотел бы посвятить серию этих программ именно этой теме – изучению того, что Божье Слово говорит о Крещении Святым Духом, о Силе Святого Духа, о Служении Святого Духа. Дело в том, что в 2016 году мне диагностировали рак. Вслед за этим начался очень тяжелый период в нашей жизни, лично в моей жизни и вообще в жизни моей семьи. И Крещение Святым Духом, молитва на иных языках – это было на тот момент единственное, наверное, средство, которое помогало хоть как-то оставаться в здравом уме и хоть как-то сопротивляться всем тем ужасным мыслям, которые 24 часа в сутки бурлили в моей голове. Молитва Духом Святым, молитва на иных языках в тот период стала для меня единственным спасительным средством, чтобы хоть как-то оставаться в здравом уме. Как только я поднимался после очередной бессонной ночи, я сразу начинал молиться на иных языках. И я молился на иных языках, наверное, часами в течение всего дня. Куда бы я ни шел, где бы я ни находился, чем бы я ни старался заниматься, я постоянно молился на иных языках. Это было единственное средство на тот момент, как я мог наполнять себя тем, что Писание говорит силой Божьей, хоть как-то сопротивляться всем тем ужасным вещам, которые происходили, как словно волна за волной, а не приходили в мою жизнь. Диагнозы, плохие новости, различные мнения в отношении онкологии, в отношении рака, советы, наставления друзей, врачей, в общем все то, что в тот момент обрушивалось каждый день в мою жизнь. Я не успевал ополниться от одного удара, от одной плохой новости, вслед за этим приходила другая плохая новость. Диагнозы, анализы и плюс ко всему этому я не мог спать на протяжении 6-8 месяцев. Это было ужасное, очень тяжелое время в моей жизни. И на тот момент, когда Бог начал, вернее сказать, на тот момент, когда я начал прислушиваться к тому, что Дух Святой говорил внутри моего сердца, на какие истины Божьего слова, Он наставлял меня. Я молился часами на иных языках. Если вы смотрите наши программы давно, если вы подписаны на наш канал в YouTube, то большинство из вас знает о том, что в 2016 году мне диагностировали рак. И вслед за этим я буквально потерял сон. Я мог не спать приблизительно двое суток и потом отключался на один час, на два часа. И потом еще двое суток без сна. И это был такой тяжелый период, такой тяжелый момент в нашей жизни, что он просто растянулся на буквально 6-8 месяцев. После 6 месяцев, когда Бог начал проговаривать, или я вдруг начинал слышать истины Божьего слова, вот именно до этого момента наша жизнь, моя личная жизнь, жизнь моей семьи, она буквально превратилась в ад. И поэтому, когда сегодня я хочу говорить о Духе Святом, я хочу говорить, скажем так, в узконаправленной сфере. Я хочу говорить о роли Святого Духа в вопросе исцеления и восстановления. Что Писание говорит нам о том, и как мы можем использовать знания о крещении Святым Духом, о молитве на иных языках, о том, как Дух Святой будет действовать в нашей жизни, и как нам прислушаться к тому, что говорит Дух Святой, и слушаться именно Его, потому что Он будет наставлять нас на всякую истину, так о нем сказал Иисус. И первое, с чего бы я сегодня хотел начать, я бы хотел, чтобы мы обратились к книге Деяний, поскольку книга Деяний, она буквально пропитана, она наполнена упоминаниями, откровениями, словами Писания о этой третьей личности, об этой третьей ипостаси в Божестве, Дух Святой, личность Святого Духа. Что об этом говорил сам Иисус? Итак, я бы хотел, чтобы вы открыли со мной первую главу книги Деяний, и мы посмотрим с вами, что же говорит Иисус о Духе Святом, обращаясь к своим ученикам. Деяния апостолов, первая глава, я читаю 8 стих, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Иисус обещает. Говоря своим ученикам, своим апостолам о Духе Святом, он говорит следующее. Вы примите силу. Вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой. И говоря об этом, говоря о силе Святого Духа, мне хотелось бы сделать следующее утверждение, заявление о том, что в истории церкви, начиная от момента рождения церкви в книге Деяния апостолов, и до сегодняшнего дня мы можем видеть, что Бог использовал людей в истории церкви, какого-то человека, открывая ему какую-то истину о себе, истину о спасении, истину о крещении Святым Духом, истину об исцелении, истину о том, как Бог все делает. И вслед за откровением, которое получал человек, приходило обновление, приходила реформация. Таким образом, Мартин Лютер, однажды, получив откровение о спасении по вере, о благодати, запустил целый процесс в истории церкви, тот процесс, который буквально начался и назвался реформацией. Огромное количество людей через свидетельство этого человека и через его труды, которые он издавал, они узнали о том, что спасение можно получить даром. И для того, чтобы понять, какой резонанс произвело его откровение, какой резонанс вообще в истории церкви и в истории государств произвело то, что этот человек получил от Бога откровение о спасении, о спасении даром, мы должны с вами представить, что из себя на тот момент представлял его современный мир. Практически вся Европа, весь мир на тот момент, цивилизованный мир был католическим. И основным учением католической церкви в вопросах спасения, это был вопрос об индульгенциях, учения о прощении грехов через деньги, что можно было кого-то спасти, если вы покупали определенные бумаги, церковные бумаги, платили за это деньги. И таким образом, огромное количество людей, не зная Божьего Слова, не имея возможности услышать здравые учения, поскольку весь окружающий мир был таким, и вдруг появляется человек, который говорит, заявляет, это неверно, это неправильно. Он прибивает основные свои постулаты, записанные на бумаге к дверям своей церкви, постулаты, которые основаны на истине Божьего Слова. И буквально весь европейский, весь христианский, католический мир, он приходит в движение, потому что один человек получил откровение. Бог использовал этого уникального человека для того, чтобы начать восстанавливать первоначальную истину Божьего Слова в церкви. Говоря о ней, о том, что через веру в Иисуса Христа всякий человек получает прощение грехов, спасение даром, по благодати. Для того времени это была весть неслыханная, дерзость, ересь, что бы то ни было. И мы с вами должны знать, что когда Бог начинает восстанавливать определенную истину в своей церкви, среди своего народа, истину, через которую огромное количество людей могут получить свободу, именно об этом говорил Иисус, что если мы будем пребывать в Его слове, если мы будем пребывать в Его словах, то мы истинные, настоящие ученики Иисуса Христа, и мы обязательно познаем истину, и истина, она сделает нас свободными. Это значит, что вера в какую-то ложь или искажение, в какую-то неправильную идею, она буквально будет порабощать людей, удерживать людей в рабстве. В рабстве греха, в рабстве болезни, в рабстве страха. Другими словами, если человек не утвержден в истине, если человек принимает на веру что-то, что не соответствует Божьему слову, то, скорее всего, этот человек будет порабощен. И кто-то другой поведет этого человека. Не Иисус, не Бог. А мы знаем с вами, что Иисус ведет нас в жизнь. Иисус ведет нас к свободе. Свобода от греха, свобода от проклятия, свобода от страха, свобода от страданий и мучений, другими словами, все то, за что умирал Иисус Христос, и весь тот труд, который Он совершил через Свою смерть, воскресение, вознесение, все то, что Он с такой любовью и благостью дарует Своей Церкви, будет отнято от этих людей. Людей, которые пребывают в неведении, в незнании. И пребывать в неведении, пребывать в незнании, это чревато большими, нехорошими последствиями. Если мы не утверждены в истине, если мы не укоренены в Божьем Слове, это значит, мы будем рабами. Я хочу, чтобы вы правильно отнеслись к этой фразе, узнали, что болезнь – это рабство. Это когда ты не свободен, когда твое тело разъедаемо, разрушаемо, и ты не можешь свободно перемещаться, ты не можешь свободно служить Господу, потому что ты буквально привязан к болезни, ты привязан к одру, ты привязан к больничной палате. Ты не свободный. Но Иисус, Он умирал на кресте для того, чтобы мы были свободными. И тогда, столетия назад, когда Мартин Лютер принял от Бога это удивительное откровение о благодати, о спасении, о вере, это было как революция, это была реформация. И дьявол со всеми своими бесами, со всей своей нечистой силой, он буквально восстал против Мартина Лютера. Огромные, ужасные, страшные гонения были готовы ворваться в жизнь этого человека, если бы не Божья защита, не Божье покровительство. Благодаря тому, что Бог хранил этого человека, у нас есть труды этого человека, у нас есть реформация. Мы знаем о том, что любой человек, исповедая Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, может получить спасение даром, по благодати. Не нужно платить за это денег. Не нужны никакие религиозные действия в отношении этого. Человек должен научиться получать верой, принимать верой то, что уже было завоевано для нас, нашим Господом Иисусом Христом. И в вопросах исцеления запускается тот же самый процесс. Мы должны познавать истину. Мы должны знать что-то. Мы должны знать, что об этом говорит сам Иисус Христос. Что об исцелении говорит Писание. Что об исцелении говорят пророки. Что об исцелении говорит сам Иисус. Что об исцелении говорили Его апостолы. Что такое исцеление. И без откровения или наставления Святого Духа в этих вопросах Божье Слово в отношении этих удивительных вещей будет закрыто для нас, а это значит, что мы не познаем истину и мы не сможем освободиться. Мы не сможем освободиться от того, от чего Бог даровал нам свободу вот уже две тысячи лет. И поэтому именно сегодня я начинаю эту программу и я начинаю серию этих программ, чтобы говорить о Духе Святом, о крещении Святым Духом. В книге Деяний, в первой главе, в восьмом стихе Иисус говорит, вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой. Я так благодарен Богу, что Дух Святой есть Дух Силы. Я так благодарен Богу, что при изучении жизни, служения, учения Иисуса Христа и всех тех дел, которые производил Иисус, я могу видеть, что именно только тогда, когда Дух Святой сходит на Иисуса Христа и начинаются все эти удивительные вещи, все чудеса Иисуса Христа. Все исцеления, которые Он творил, все избавления, которые Он совершал, свободу, которую Он дарил людям, воскрешая мертвых, исцеляя больных, поднимая парализованных людей и даруя зрение слепым людям, открывая уши глухим и очищая прокаженных, мы можем видеть, что повсюду, где совершались эти удивительные вещи, наступала удивительная свобода. Человек получал свобода от проказы. Только представьте себе на мгновение, во что превращается жизнь человека, который поражен проказой. Он изгой, он не свободен. Куда бы он ни пошел, что бы он ни делал, это с ним. Это ужасная болезнь, когда твоя кожа покрывается ужасными ранами, язвами, незаживающими, когда ты, будучи живой, словно мертвый, ты разлагаешься зажива. Это ужасная болезнь. Ты не можешь общаться с близкими людьми. Ты не можешь общаться с друзьями, поскольку люди сторонятся тебя, а они избегают общения с тобой. Ты не свободный. И вот приходит Иисус. И прокаженный человек очищается. Можете себе представить человека, который освободился от проказы. Что есть в мире сила, сильнее, чем сила этой ужасной болезни. И когда эта сила приходит в жизнь этого человека, сила проказы отступает, и тело человека восстанавливается. И вслед за этим человек получает удивительную свободу. Он может общаться со своей семьей. Он может обнимать своих дорогих, родных, близких людей. Он восстанавливается. Можете себе представить хоть на мгновение, во что превращена жизнь слепого человека. Человек, который лишен зрения. Он не может передвигаться свободно, куда бы он хотел. Он не может... Он ограничен и его жизнь. Он не может видеть, как выглядят из себя его родные, его близкие люди. Он не может видеть, как расставлены предметы в комнате. Он не может свободно ходить. Он ограничен. И когда мы смотрим, находим свидетельство исцелений слепых людей в Евангелиях, мы всегда видим, там происходит избавление. Человек буквально вырывается из этого ограничения. Он получает свободу. Наконец-то он может видеть. Он может видеть дневной свет. Он может видеть небо. Он может видеть лица своих родных и близких. Его жизнь преобразуется. Он словно оживает. Я хочу поделиться с вами тем, что когда в 2016 году мне диагностировали рак, моя жизнь, она буквально наполнилась адом. Куда бы я ни пошел, что бы я ни предпринимал, где бы ни находился, какое бы ни было общение, ты как будто бы живешь в параллельном, ужасном, тяжелом, болезненном мире. Люди вокруг тебя, они живут своей жизнью. Они радостные. А у них происходят удивительные события. Но ты рядом с ними. Но такое ощущение, находясь рядом с этими людьми, у тебя свой мир. И твой мир, он тяжелый. Поэтому я очень легко могу представить себе, во что превращается жизнь людей, которым диагностировали рак, диагностировали онкологию. Как пастору, мне приходилось очень часто молиться до этого, до 2016 года. Мне приходилось часто молиться за людей, которым диагностировали онкологию. И когда ты подходишь к этим людям, возлагаешь свои руки, ты веришь Богу об их исцелении, но подчас ты даже не представляешь, в каком мире живут эти люди. Они носят этот мир собою. И это мир тьмы. Этот мир наполнен ужасом. Нам трудно понять людей, которым диагностировали рак. С чем они столкнулись? Как они живут? Что они испытывают в своей душе? Они словно приговоренные к смерти. Я вспоминаю свою первую операцию, которая проходила в онкологической клинике в Караганде. После того, когда мне удалили щитовидку, я вспоминаю, буквально в тот же самый вечер я спускался вниз, и я попал, я не знаю, как называется это место в онкологии, но в тот вечер почему-то весь этот коридор, он был наполнен людьми. И я шел мимо этих людей. Я шел мимо этих людей, пытаясь заглянуть в глаза этих людей. И какая-то неестественная, зловещая тишина стояла в том коридоре. Я смотрел на этих людей. Они все либо проходили какое-то обследование, но когда я пытался заглянуть в глаза этих людей, я видел ужас. Люди были словно изнутри загипнотизированы. И не было никакого смеха, не было никакой радости, никто не разговаривал друг с другом. Я просто шел вот в этой зловещей тишине посреди всех этих людей, которым, очевидно, был диагностирован рак. И я задавался вопросом, неужели я такой? Неужели я так выгляжу? Неужели у меня такие глаза? И поскольку внутри своего сердца уже тогда я был наполнен таким ужасным страхом, и это мучение вплоть до декабря, наверное, декабря 2016 года, оно преследовало меня повсюду. Поэтому мне не то чтобы легко, но мне понятно, с чем сталкиваются люди, что они испытывают внутри себя, тогда, когда они слышат этот диагноз в свой адрес. Сегодня, когда записывается эта программа, 2020 год. Четыре года после рака. Четыре года, как я живу, проповедую Божье Слово. И мне постоянно охота вернуться, чтобы говорить об этой теме, говорить об исцелении, поскольку тогда, когда я шел по этому коридору, я обещал Богу, что если я буду жив, я сделаю все, чтобы изменить жизнь таких людей. Я найду что-то в Божьем Слове. Я посвящу этому свое сердце и свое время, чтобы помочь таким людям, чтобы у них никогда не было больше этого ужаса. Чтобы показать людям, что есть путь. Путь, жизнь, есть истина, и это Иисус Христос. И если мы откроем свое сердце для того, чтобы позволить Духу Святому говорить к нам, если мы расположим свое сердце к тому, чтобы быть внимательным к словам Божьим, то мы услышим голос Божьего Слова. Мы последуем за Иисусом Христом. И мы позволим Ему вывести нас из той тьмы, в которую мы, очевидно, попадаем исключительно из-за своего неведения, незнания, незнания Бога, незнания Иисуса Христа, незнания Его учений. И поэтому, когда мы будем говорить о личности Святого Духа, о крещении Святым Духом, и я убежден, что нас смотрят огромное количество людей, которые верят в Иисуса Христа и уже имеют крещение Святым Духом, но подчас не понимают, для чего оно, что с этим делать. говоря на иных языках, молясь на иных языках, я увидел, что огромное количество людей, они по сути не знают, как следовать за Духом Святым. Они не знают, как прислушиваться и как различить Его голос. И поэтому мы будем говорить с вами о том, как расположить, как различать, как видеть это в Божьем Слове и как повиноваться Духу Святому в таких важных вопросах, как спасение, исцеление, освобождение. Сейчас, завершая эту первую программу, я хочу молиться за вас, драгоценные наши братья и драгоценные сестры. Я хочу молиться за ваше исцеление. Я хочу молиться о том, чтобы силой Святого Духа откровение Божьего Слова вошли бы в ваше сердце и обновили бы ваш разум. И там, где сегодня внутри вас живет страх, терзает, мучает, разъедает, чтобы пришел Божий мир. Поскольку Бог это есть Бог-мир. Господь Шалом. Он есть наш мир. Он наполняет наши сердца миром, если мы позволяем Ему это делать. Дорогой мой Господь, Дух Святой, во имя Иисуса Христа я молюсь за всех наших зрителей сейчас, за всех, кто будет смотреть нас на СНЛ, за всех тех, кто будет смотреть нас в Ютубе, Господь, принеси откровение в жизнь этих людей. Откровение, которое сводит, подобно тому, как Мартин Лютер получил откровение, и огромное количество людей получили спасение даром. Это повлияло на целые регионы и на всю историю развития Церкви. Люди знают, что такое спасение по вере, по благодати, благодаря тому, что Ты однажды вкладывал Твои откровения в сердца посвященных Тебе людей. Сегодня я молюсь о том, чтобы откровение об исцелении, откровение о Божьем Слове, оно пришло в жизнь тех людей, кто сегодня болен, кто сегодня страдает и мучается от болезней. Во имя Господа моего Иисуса Христа я молюсь сейчас. Я благодарю Тебя, Господь, за Твое помазание, за силу Святого Духа, который действует сейчас через веру тех, кто смотрит и тех, кто слушает. Дорогой Дух Святой, поведи нас сейчас в том, чтобы этим людям было легко принять исцеление, которое Ты обеспечил для них в Иисусе Христе, вот уже как две тысячи лет назад. Я славлю Тебя, мой Бог. Я благодарю Тебя за исцеление от рака. Я благодарю Тебя за то, что люди, которые слушают сейчас эту программу, смотрят сейчас эту программу, и люди, которым диагностировали рак, я молюсь за них, и я молюсь за их восстановление и исцеление во имя Иисуса Христа, Дух Святой. Я благодарю Тебя за то, что Ты берешь от Христа и приносишь этим драгоценным людям через веру их исцеление. Я благодарю Тебя за исцеление двенадцатиперстной кишки. Я благодарю Тебя, Господь Бог, что Ты касаешься внутренних органов этих людей и восстанавливаешь. И там, где была боль, приходит Твой мир, избавление, защита. Я благодарю Тебя за то, что Ты касаешься сейчас чьих-то глаз. И люди получают исцеление, зрение во имя Иисуса. Зрение, которое было нарушено в результате какой-то операции. Бог касается вас. Его помазание касается вас. Исцеление приходит к вам. Восстановление зрения, восстановление нарушенное во имя Иисуса восстанавливается прямо сейчас во имя Господа моего Иисуса Христа. Я воздаю Тебе славу, мой Бог. Я благодарю Тебя, Господь Бог. Аллелуйя. Я славлю Тебя за этих драгоценных людей, за их исцеление, за их избавление во имя Иисуса Христа. Амин. Оставайтесь с нами. Будут следующие программы, где мы будем говорить о роли, важности, знании того, кто такой Дух Святой, Его действия, то, как Он проявляет себя и то, как Он желает себя проявлять именно в вашей жизни в вопросе исцеления. Будьте благословены. Мир со всеми вами. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Субтитры подогнали Симон. Вы также можете пожертвовать вашим финансом на нашем сайте octau.church в разделе «Пожертвования», указав номер вашей карты, дату и трехзначный код вашей карты на обратной стороне, выбрав необходимую сумму для пожертвования и нажав «Оплатить». Служение Сила Слова благодарит всех наших партнеров за участие в этом важном служении.